Друзья, привет! Добро пожаловать на канал Машкевич Лайф. Я продолжаю свой рассказ о том, как мы купили в Турции, в Самсуне для мамы квартиру. Делюсь своими впечатлениями обо всем этом, об этой поездке и, соответственно, делюсь полезной информацией. Вдруг кто-то захочет пойти по нашим следам. Тут очень много тонкостей. Я от и до все расскажу, как мы продавали квартиру, как мы покупали, что видели, что ели, какие документы нужны. Ну, в общем, все-все-все будет в моих видео ближайших. Вот было одно видео такое, я только-только начала, раскочегарилась, да, ну и дальше продолжаем. Сегодня хочу рассказать, как мы продавали квартиру в России. И я думаю, что такое интересное тоже видео будет, потому что даже несмотря на то, что мы делали это по доверенности, это был тот еще квест. Квартиру в России мы начали продавать после начала всего этого пятица в России, и это более двух лет назад. Квартира у нас в Павшинской пойме в Москве. Ну, по документам это как бы под Москвой, к Красногорску мы относимся, но находится это на МКАДе. И поэтому я вот так проще мне говоря, что это Москва, ну, на самом деле по документам нет. Ну, на самом деле, когда мы покупали эту квартиру, нам говорили, вот-вот, сейчас это присоединят, этот район к Москве, это точно будет Москва. И потом еще сколько-то лет мы там жили. Вообще у нас не было ни метро, ни цивилизации, мы в Латушинск ездили, а потом Агаларов. Агаларов, значит, даже не правительство, да, понимаете, Агаларов, это бизнесмен, чей Крокус Сити Холл, Крокус Сити, вот это все. Он, значит, построил мост через реку, который, кстати, нам обещали много-много лет и не строили. Вот он построил, построил, значит, этот большой комплекс. Я уже не помню, как он называется. Блин, реально забыла. Вегас, что ли? Да, он построил Вегас. Вегас, и открыли метро, значит, метро Микинина, и вот к нам пришла цивилизация, это вроде как стал очень крутой район, но, к сожалению, на цене это не сказалось, особенно вот сейчас, да. Если мы уезжали, когда, значит, было, ну, где-то 10-15 объявлений на весь район о продаже вот больших таких 100-метровых квартир. Когда началась вот эта вот катавасия, все стали уезжать, пытаться продать квартиры, просто квартир стало, я не знаю, 200-300-500 в какой-то момент, и просто твое объявление где-то там терялось, даже если ты его повышал, люди повышали еще сильнее. И выборы были, понимаете, была большая конкуренция. Мы в нее въехали с серого 15-го, потому что она у нас очень долго, долгое время стояла не отремонтированная. И мы, значит, ее отремонтировали, вот в 16-м мы въехали, то 16-й, 17-й мы уже жили, поэтому мы ее не успели убить очень сильно. Но у нас там местами как бы ремонт хромает, мы где-то там у нас криво, где-то у нас не очень там качественные двери, мы их поставили, например, в ванную первую, в комнату. Думаю, да ладно, мы вообще вот этим не пользуемся, мы, короче, поменяем потом. Ничего, нифига не поменяли, то, что делаешь временно, становится постоянным. Вот, но квартира все равно хорошая, 100-метровая перепланировка. Мы, знаете, как вынесли кухню в коридор, и у нас получилось 4 отдельных, то есть 3 отдельные комнаты, кухня-гостиная, и еще отдельно студия, кабинет, входишь в кабинет, насквозь проходишь там туалет с ванной и спальня. То есть это была такая наша отдельная студия. Квартира очень хорошая, но продать мы ее вот, ну, ну не могли просто, ну не покупали квартиру. Она у нас стояла вначале за 17 миллионов, это ее реальная стоимость, там 17,5-18, мы ее поставили 17, думаем, ну 17 как бы. А значит, потом мы 16,5, потом 16 в какой-то момент. Ну, приходят, смотрят, кому-то там планировка не нравится, просто есть, понимаете, есть большой выбор. Когда есть выбор у людей, они выбирают самую там классную квартиру, которая им понравилась, и торгуются. А поскольку вариантов у людей не было, люди хотят получить кэш и свалить, да, или там купить где-то за границей что-то, вытащить деньги. И они уже соглашались на что угодно. Даже можно было за очень маленькие деньги в Москве купить, в самой Москве купить хорошую квартиру. То есть, когда ты приходишь с налом, и у тебя не от банка деньги, там, через ипотеку, когда у тебя наличные, ты просто, вот, хозяин по факту, говоришь, у меня нал, пожалуйста. Хотя, да, вот это я, вот это я, кстати, не знаю, может быть, мы-то тоже, у нас чувак покупал через ипотеку, и все, мы спокойно получили деньги от Сбера на наш счет. Вот, и спокойно их вывели, поэтому тут я уж не знаю, может, я неправильно говорю. Вот, ну факт в том, что в какой-то момент, когда нашелся покупатель, вроде как все собирался покупать, по-моему, что-то 16, он отказывается. А мы уже выбрали, что мы хотим, тут уже в Турции, значит, а с Турции, ой, а с Турции, ребят, такая интересная тема. Когда мы вообще затеялись два года назад продавать, мы здесь могли купить две квартиры, две большие конкретно квартиры за наши деньги. То есть, ну, наша квартира по факту приобретений стоила 250 тысяч долларов, а продали мы ее, я сейчас дойду до этого, за сколько мы ее продали, короче, за 140 тысяч долларов, понимаете. Это называется, я не знаю, ограбили просто, потому что курс к окону вот в какой-то момент сейчас, мы уже, когда продавали, курс был 100 за доллар, да, 100 рублей за доллар. И потому что, блин, не знаю, людям, видимо, которые на войне сейчас, им нечем платить. И, в общем, все вы прекрасно понимаете, не буду я этого озвучивать, всего пиздеца, который происходит, но нас ограбили так конкретно, понимаете. Вот, слава богу, что у нас получилось и здесь купить, то, что нам очень нравится, и я вам покажу, что за квартиру мы здесь покупаем. Это просто, я не знаю, я даже в самых своих нереальных фантазиях не могла представить, что у меня может быть такая классная квартира. Вообще супер. И, конечно, наша квартира в Батуми, просто шикарная, в хорошем доме, в центре, елочки из балкончика, там просто кайф. Вот, конечно, я понимаю, что мы выиграли, понимаете. Вот, несмотря на то, что потеряли большие деньги. Конечно, если бы не потеряли, мы бы купили здесь две квартиры, еще одну квартиру под дачу, да, чтобы вообще не париться. Потому что сейчас, конечно, вот так вот маминой пенсии ей, конечно, хватать вообще не будет. Здесь, ну, такой уровень жизни сейчас, что, не знаю, вот в магазин идешь, тысячу лир потратил. Как бы, мамина пенсия всего 15 тысяч рублей, ну, на 4 разделите, вот это будет в лирах. То есть тут даже, наверное, неделю не проживешь за эти деньги, не знаю, как она будет. Поэтому мы, конечно же, будем ее спонсировать, ее жизнь, вот. И, а так бы квартиру задавала бы себе и спокойно бы жила, да, независимо ни от кого. Потому что, не дай бог, что с нами случится, мы тоже подстраховались, да, что если что-то вдруг произойдет, то мы тогда, она сдаст батумскую квартиру и будет как-то жить. Ну, короче, ну, как-то вообще думаем о всяких таких штуках, не знаю, может быть, не надо, да. Ну, как-то вот так пытаемся друг друга подстраховать, да. Ну, все под богом ходим, всякое может случиться, жизнь такая штука сегодня. Вот так завтра может быть вообще какой-нибудь лютый трындец. А вообще хочется сказать, что слава богу, что удалось вывезти деньги из России. И слава богу, что не цыганскую почту, не через крипту, а как бы банковским переводом. Все в порядке. Конечно, тоже потеряли мы нехило так. Мне кажется, что надо это видео назвать, сколько мы потеряли денег на продаже квартиры в России и покупке квартиры в Турции. То есть это такая сумма скапливается. Если мы там, вот я сказала, да, что рыночная цена наша была, когда мы покупали 250 тысяч долларов, продали мы ее за 140. Ну, я еще вот я не договорила, да, что мы, это просто в какой-то момент отказывается покупатель. И я просто Диме, если кому-то нужны классные риэлторы, порядочные им, просто я на 100% вручаю за этих людей. Это вот один, это наш друг Дима. Он вообще занимается арендой, занимается, как это, когда вот берут квартиру и там ее сдают. Там есть какие-то вопросы вот к этому человеку обращаются. Как бы он, как это, я забыла, как это называется, услуга. Мне, блядь, я, короче, вспомню, давайте напишу, как это называется. Вот, и он так вот долгое время нам помогал. Ну, в общем, мы его сейчас и в гости пригласим, когда тут все купим. В общем, он классный парень, и я ему как-то так всецело доверяю. И он посоветовал Айюль, она его подруга. И все прошло просто без сучка, без задоринки. Так что, если кто-то хочет реально порядочных людей, которые там продадут, купят квартиру, недвижимость в России. И не только в России, кстати, через Айюль можно было и в Турции купить, и в Эмиратах, и там в Калининграде. В общем, у нее там много клиентов, многие под инвестиции что-то себе подбирают. Так что вот ее я могу посоветовать. И Диму тоже, соответственно. Вот, и я уже в какой-то момент говорю, Дим, мы уже тут на низком старте, мы уже тут хотим в Турции срочно квартиру покупать. Почему он отказался? Давай ему говори там, блядь, 14500, давай еще, спускай, короче. Потому что, ну ладно, хрен с ним, потому что, ну понятно, что уже мы не продаем. Уже все. Мечты останутся мечтами. Непонятно, еще вот эти беспилотники. У нас в нашем районе очень много случаев вот этих беспилотники врезались в дома. На каждом доме ПВО стоит. На нашей крыше тоже ПВО стоит. Я думаю, все. Каранты. У вас квартира, кстати, не застрахована. Но если квартиру разбомбят, пожалуйста, форс-мажорные обстоятельства. Никто тебе ничего не заплатит. Даже ты страховку сделаешь, понимаете? Будет тебе государство что-то там строить не будет. Все же в частной собственности квартира, земля под домом, понимаете, в собственности. То есть я поняла, что все. Попахивает жареным. Нужно с ручником просто сбавлять цену. Вот 14 с половиной, значит, Дима поставил на... И сразу позвонил мужчина. Околбек. Просто разразились небеса. И на землю спустился Околбек и купил нашу квартиру, которую мы не могли два года продать. Вот. Но он купил как раз для большой семьи. Там у него племянники, в общем, приедут. И, слава богу, вот он часть денег брал у ипотеки в банке. Поэтому, слава богу, все прошло хорошо. Причем, когда я с ним разговаривала лично по телефону, он звонил, потому что волновался. Мы там по доверенности продавали. Тоже переживал страшно покупать вторичку. Вот. Ну, я как-то обладаю даром убеждения. Там с ним немножко попрекалась. Пошла, сказала, что мы вообще реальные люди. Что все в порядке. Мама показала, в общем. И как-то его убедила. В общем, не знаю, как мне это удалось. Но он мне сказал, у меня есть еще один вариант. В соседнем доме тоже 14,5. Тоже люди сбросили. Срочно нужны деньги. Просто вот никто не мог продать. Видите, в Пашинской пойме квартиру. Хотя и район реально классный. И, на самом деле, получилась такая ситуация, что мы настолько долго она у нас продавалась, ничего не получалось, что просто вот не было внутренней веры в то, что это когда-нибудь будет. То есть мы, конечно, выбирали квартиру в Турции, но внутри мы думали, что, наверное, никто все-таки нашу квартиру не купит, потому что уже столько раз срывалось. Были покупатели, многие смотрели. И еще нужно отдать должное Диме нашему, который просто как на работу ездил за 3-9 земель и показывал нашу квартиру. То есть он настолько загорелся. Я ему не заплатила каких-то великих денег. Вот, получается, с 14,5 миллиона мы заплатили 250 тысяч. Как бы они на двоих их попилили, это по 125 тысяч. Он понимал, что он не получит там каких-то миллионов, да, за это. Он говорит, я из принципа хочу ее продать. Я прогом упрусь, но продам. И он просто не понимал, почему она не продается. Ездил как на работу просто показывать. Ну, ведь нашел все-таки покупателя. Молодец парень. Слава богу. Меня прям в вселенной сводят с нужными, правильными людьми. И вообще в последнее время не встречала плохих людей. Тототыл бы, не дай бог, их встретить. И не хочу бога не видеть такими словами. Пожалуйста, я тут только вам рассказываю. Где-то в глубине души мы думали, что мы не продадим эту квартиру, поэтому не озадачились тем, что нужно доверенности написать на меня, если я бы поехал, да, там. И мама говорила, да, найдется покупатель, я подорвусь да поеду. Потом мы поняли, что у мамы настолько болят ноги, что она ходить может буквально пять минут, потом ей надо полдня отдыхать. И что по факту она ходить не может. И даже если я ее буду там поддерживать за ручку, мы просто с ней не дойдем. И просто я со своими паническими атаками все время. Те два фрукта, понимаете, еще мы с ней. И билеты жутко дорогие. В этот момент как раз сезон отпусков просто. Билетов нет, либо они конских денег стоят, либо надо вот ехать на машине, никто не водит. Короче, Сереге в Россию возвращаться просто не вариант. И мы попросили брата Сережиного. И знаете, вот я вообще скептически относилась всю жизнь к вот этой вот братской такой, не знаю, взаимовыручке, не знаю, любви, как это обозвать. То есть мне казалось, что брат или сестра – это, так скажем, человек левый, которого тебе навязали родители. И просто тебе объяснили, вот тебе с этим человеком значит всю жизнь надо жить. Вы должны друг друга поддерживать. Вы самые близкие люди на свете. Хотя вы можете просто ментально быть разными людьми и вообще не совпадать ни по каким-то полюсам. У вас совершенно разные жизни, разные понятия. Вы разного возраста. Кстати, не все же так думают, да. Это вот, честно, мои какие-то соображения. И людям обычно показывают по жизни такой, некие уроки такие, да, человек проходит. Я вообще переосмыслила значение слова «брат». И я поняла, насколько вот эти вот семейные узы крепки в семье моего мужа. То есть я вообще восхищаюсь, конечно, его семьей в целом. Да, родители его всегда нам помогают. Просто, знаете, мы привыкли с Серегой рассчитывать сами на себя всегда. Мы никогда ни у кого не занимаем денег. Мы стараемся все рассчитать, подрассчитать, чтобы нам хватило. Стараемся всегда заработать. И как-то вот рвемся к цели, какие-то такие задачи себе ставим, чтобы не оказаться в какой-то жопе. И даже если оказываемся в какой-то жопе, то мы никогда никому этого не показываем. То есть у нас вообще жесть может быть, там нечего есть, но мы никогда не будем там унижаться, у кого-то что-то просить. Всегда опираемся на самих себя. А тут как бы после переезда какие-то такие варианты были, когда у нас были месяцы, когда мы думали, а мы вообще сможем ипотеку погасить, а вообще у нас еще кредиты. И нам, конечно, нас поддержали родители очень сильно. Нам сказали, что, ребят, если какая-то ситуация, мы вообще вам поможем, все, и денег пришлем там, и вообще мама уже собиралась там посылки собирать, Сережа, нам слать картоху и закрутки, чтобы у нас все хорошо было, ну, по первому времени. Вот. Ну, слава богу, прорвались. Вот. Вот, потому что лапки не складываем. Вот. И тут тоже как бы вот брат. Вообще в Сережной семье все друг друга очень хорошо поддерживают, и можно так опереться. И он вообще сделал для нас великую вещь, вот это продажа квартиры, с какого количества там надо было бумажек собрать. Вот по поводу бумажек, кстати. Смотрите, значит, сделка проходила через Сбербанк, то есть Аклбек покупал квартиру в ипотеку. И, значит, все документы абсолютно прокатили, потому что нам говорили, что нужно записываться в консульство и в консульстве оформлять вот эти доверенности. Мы вообще перепугались. В консульство записаться невозможно, потому что там гигантские очереди, все же уехали. Просто и мы думаем, а прокатит ли такая доверенность, если ты сделаешь ее на территории Грузии у обычного нотариуса. В общем, ребят, все прокатывает для Сбербанка. Вот человек брал в ипотеку через Сбербанк. Вот все это прокатило. Вот эти две доверенности. Если текст нужен, я заброшу. От остальных. Мы, кстати, делали все доверенности на три года, на всякий случай, чтобы вдруг покупатель слетит, чтобы, потому что доверенности не дешевые, если вдруг покупатель слетит, чтобы в течение трех лет Борис смог продать квартиру все-таки. Вот, на всякий случай. Значит, потом нужны заявления о снятии с регистрационного учета. Это от всех. И, значит, заявление, что собственник не в браке. И, значит, вот и свидетельство о разводе, если собственник был в браке, оно тоже должно быть заверено у нотариуса. Потом нужны еще копии паспортов. Заверенные тоже, переведенные заверенные. И свидетельство о разводе. И зеленую карточку. Не каждого, а только собственника. Естественно, все документы на квартиру и наши российские паспорта, оригиналы. Значит, то также оригинал о свидетельстве о расторжении брака. Потом пенсионное удостоверение мамина для того, чтобы взять справку в пенсионном фонде. И, значит, а еще нужно апостелировать вот это само пенсионное удостоверение для того, чтобы получать ВНЖ в Турции. Хотя, на самом деле, знаете, ребят, в Турции сейчас минимальная пенсия, там, по-моему, мне говорили, я вот забыла, то ли 14, то ли 17 тысяч лир. То есть это минималка. Вот множьте на 4, да, получается, умножайте. Это практически там около 1000 долларов. Ну, меньше 700, там 700 долларов, грубо говоря, да. Ну, наша пенсия, у нашей мамы пенсия 15 тысяч рублей. То есть, понимаете, если она в Гетче, на ВНЖ, сдавая документы, покажет, что у нее пенсия 15 тысяч рублей, то есть это вообще вряд ли ей дадут ВНЖ. И просто возникнет много вопросов, а на что она будет жить, понимаете. Поэтому я вот не знаю, может быть, пенсионное удостоверение нужно, конечно, апостелировать, да, что вот у вас есть пенсия в России и так далее, что вы пенсионер в России. И, ну, показывать вот это количество денег, которое вы получаете каждый месяц, если, конечно, у многих пенсии есть и по 30 тысяч, но показывать вот эти вот гроши, мне кажется, вот в Гетче могут возникнуть просто вопросы, сможет ли пожилой человек прожить на эти деньги, потому что это нереально. Оформление всего пакета вот этих документов в Грузии нам обошлось в 1000 долларов. Еще, знаете, возник такой момент вот с старой квартирой. Значит, в 2014 году там была управляющая компания, которая на протяжении нескольких лет не сделала перечисления за капитальный ремонт. Они просто забирали эти деньги себе. Я не знаю, как так получилось. То есть квитанция у нас есть, мы это все оплачивали, у нас все это сохранилось, но деньги по факту не дошли. И управляющая компания, естественно, сделала ноги. Значит, и новая управляющая компания распределила эту сумму и каждый месяц добавляла понемножку. А поскольку мы продавали квартиру, нам нужно было эту сумму погасить полностью. То есть получилось еще 500 долларов на вот это погашение задолженности, которая как бы и не задолженность, да, понимаете. Отправили из Батуми автобусом. Здесь есть, если кому-то нужно, тоже, вот если кто-то ищет, как отправлять документы из Батуми в Москву, в Питер, в Стамбул. Они куда угодно отправляют. Стоит это 50 лари, это 2000 рублей. Значит, мы отправили вот эту папку документами. Борис в Москве ее получил и начал собирать уже документы, которые нужно, да, пришлось ему побегать неплохо. И я на самом деле настолько благодарна этому человеку. Я даже не знаю, как это измерить. Просто вот мы всегда привыкли с Серегой рассчитывать только на себя. И то, что просто, ну, я не могу сказать, что он прям совсем посторонний. Конечно, я его уже причисляю к своей семье. Мы столько лет замужем за его братом, да, ношу его фамилию, так можно сказать. И я уже, конечно, там и его, и своим братом считаю, да. Но все-таки вот как-то они живут с своей женой отдельно. Мы даже, когда жили в Москве, мы нечасто пересекались. И если пересекались, то так либо за общим столом как-то раз в несколько лет. Или вот Сережа с ним сам там встречался, не знаю, он тусовался. Ну, так вот, чтобы мы сказать, что мы как-то прям очень сильно дружили, такого нет. Ну, конечно, все к друг другу хорошо относятся. И мы к ним, и они к нам, и там по возможности помогаем друг другу. Но вот эта помощь, которую сейчас, да, он для нас сделал, я не знаю. Я просто даже не ожидала, что он согласится. Мне реально в какие-то моменты просто до слез было, что, блин, вот почему такие люди хорошие существуют, которые просто готовы, не знаю, пол Москвы обижать, потратить месяц своего времени для того, чтобы для меня сделать вот такое большое дело. Я, например, ставлю себя на место этого человека и думаю, вот у меня не всегда есть ресурсы заниматься чужими проблемами. И если бы ко мне обратились с такой просьбой, я бы немножко поднапряглась, подумала, блин, вот. Ну, мне просто неведомо, что такое сестра, да. Вот сейчас была бы у меня сестра, и она там ко мне обратилась с таким вопросом, да. Ну, наверное, я не знаю, ну, если бы мама обратилась, конечно, да. Хотя, вот, не знаю. В общем, тут Боря под четким руководством Айгюль начал собирать этот пакет документов. В Москве уже открыл счет в Зиратбанке, значит, для перевода денег в Турцию. Кстати, давайте сейчас вот об этом моменте поподробнее, как раз, об открытии счета. Значит, в Москве на Марксистской улице есть отделение Зиратбанка. Это турецкий банк, он есть, как на территории Турции, по всей Турции есть Зиратбанк. И в Москве есть его филиал на Марксистской. Значит, для открытия счета нужно доверенность собственника и указать происхождение денег. То есть, ну, в нашем случае это была продажа квартиры. И, значит, нужно открыть счет в Турции. То есть, не они откроют вам счет, и это будет общий счет. То есть, в России свои счета, а в Турции свои счета. То есть, мы поехали в Турцию в ближайшую. Кстати, вот это была ошибка. Нужно открывать счет в том городе, где ты будешь покупать. Потому что, если в России вот эти все банковские отделения, если это Альфа-банк, то он там по всей, если это там Тинькофф, то он по всей России. И ни из какого города, в какой город это не имеет значения. А здесь, в Турции, в каждом городе свои бабки. И вот мы открыли счет в Трапзоне, а квартиру покупали в Самсуне. И нам пришлось вот за этот перевод, во-первых, это пришлось заранее прийти в банк, сделать заказ такой крупной суммы, чтобы ее перевели, там, открыть новый счет. То есть, нам открыли новый счет, и мы с нашего счета в Трапзоне перекинули на Самсунский счет. И это еще дополнительные траты. Вот, поэтому, конечно, нужно было не лениться, а доехать до Самсуна и открывать здесь счет. Но мы открывали вот в Трапзоне, потому что это был ближайший банк, Зерат. Вот, в общем, открыли мы счет. И уже там Борис пришел с номером этого счета и сказал, что вот мы продаем квартиру. Откройте там счет. И нам нужно будет с московского счета перекинуть на турецкий. Если здесь, в Самсуне, то здесь есть отделение, которое занимается вопросами иностранцев. Прямо конкретное отделение Зерат Банка, которое работает с иностранцами. В Трапзоне такого отделения нет, и поэтому открыть счет было очень сложно. То есть, просто и по факту не открывают россиянам счета. У нас есть знакомый нотариус, русская женщина, которая живет в Трапзоне, она замужем за турком. Она, кстати, по всем вопросам можете к ней обращаться, и по поводу, или если вам лечение нужно пройти, если вам нужно сделать какие-то визы, там, нотариально заверить документы, что-то перевести. В общем, вы можете обращаться к ней, я оставлю ее контакты. Очень порядочный человек, и она имеет знакомых в этом банке. Она пришла, с нами встретилась и помогла нам, в общем, открыть этот счет. Тоже было вот сложно, и с оформлением этого ИНН онлайн, потому что все на турецком, и на английском. Там, ну, как бы, знаете, там лексика, которая, ну, мне как бы тяжело. Вот я на таком уровне не знаю язык, чтобы там все-все-все оформить. И, конечно, ее помощь, она просто была бесценна. Причем она берет не очень дорого. Потом она еще нам помогала забрать карту, значит, там тоже делать. Значит, вам дают сначала временную карту, и вы заказываете постоянную карту, через неделю можете ее забрать. Мы ее забрали только, когда уже ехали в Самсун покупать квартиру. По дороге мы заехали и забрали. Вот. Ну, значит, давайте дальше. Смотрите, значит, Борис в Москве открыл счет в Зиратбанке. Понятно все. Дальше он собрал все нужные документы, которые ему Айкюль сказала. Значит, там тоже целый список. Я не буду вас грузить. Это всякие справки об отсутствии задолженности. Потом выписка ЕГРН. Потом выписка еще нужна была из суда. Это тоже сделала Айкюля. Это стоило 20 тысяч. Потому что вытащить эту бумажку, значит, из архива. Либо нужно было несколько месяцев ждать, либо нужно было заплатить по знакомству. И ее вытащили из архива. Это, значит, квартира была... Вот смотрите, мы купили квартиру у застройщика, у Пика. И ее очень долго... Дом уже построен, готов. Он отстоялся, прошел все комиссии. Ключи не дают. Мама оформляла через суд собственность. И вот на основании заключения суда была выдана бумага вот эта о собственности. Понимаете? И вот эта вот бумажка из суда, она была нужна. А ее там выкинули, не знаю, или просто вот эту собственность оставили. А вот это вот основание, его не было. И пришлось вот это вот еще 20 тысяч платить, в общем, за вот эту бумажку. То есть такие... Было очень много, кстати, таких вот... Идешь, идешь, и постоянно об кочке спотыкаешься. Вот очень много такого было. Я вообще не знаю, каким чудом это все мы пережили. Такое нервное лето. Короче, начали в июне, и сейчас вот сентябрь, середина. Мы все никак не разродимся. Ой. Ну, а дальше что? Вот после уже всех подготовок прошла сделка. И, значит, если раньше были вот эти вот ячейки, деньги в ячейку закладываешь, чуть ли не под кустами там передаешь, и все это страшно, то сейчас все это проходит электронно, электронная ячейка. Значит, Сбербанк через пару дней уже деньги дошли на счет в Зирадбанк. Ты указываешь, получается, в Зирадбанке счет, на который тебе перевести. А потом, смотрите, в Зирадбанке в России нет онлайн, как это, приложения. Для того, чтобы сделать перевод, тебе нужно физически туда приехать. То есть Борис с доверенностью приехал туда физически и, значит, перевел деньги уже на счет в Турцию. Вот с бумажкой, что он продал квартиру. Вот бумага о продаже квартиры, вот с этой бумагой. Причем он перевел там частично, нам нужно было погасить кредит. У нас был, значит, он перевел на счет маме в Тиньков часть денег и основную часть денег в Турцию. 3 миллиона 350 тысяч лир мы получили на счет 100 тысяч рублей, это 0,7% комиссия за вот этот перевод. Вы платите банку в России, да? И они перевели деньги из рублей в лиры по такому курсу, что, честно, мы посчитали, что потеряли на этом 7,5 тысяч долларов. Вот на этом переводе, что курс по факту был один, а вот этот перевод они сделали там по 3,9, да? То есть мы вообще офигели, большую сумму денег мы потеряли. Ну ладно, мы такие думаем, окей. Значит, и теперь ситуация следующая, что вам нужно для того, чтобы купить иностранцу и получить ТАПУ, вам нужно в банке здесь взять справку о том, что вы 75 тысяч долларов, что квартира стоит более 75 тысяч долларов, поменяли на лиры. А если у тебя деньги уже там в лирах, понимаете, то есть вам нужно вот эти лиры поменять на доллары и заказать справку, и только тогда вам поменяют на лиры обратно, и вы уже купите за эти деньги квартиры. У вас будет вот эта справка об обмене с долларов на лиры, то есть тройная конвертация, понимаете? То есть мы конвертировали в Россию из России из рублей в лиры, потом здесь из лир в рубли, а из, о господи, из лир в доллары и из долларов в лиры опять вот сегодня. А как это все происходило? Значит, мы пришли в банк. Это уже все здесь с резидой мы делали. И, значит, самым первым делом нужно было заказать вот эту сумму, значит, мы заказали, нам перевели, и на следующий день мы договорились, значит, что мы должны взять 75 тысяч долларов в лирах и поменять их на доллары. Можно было это сделать через банк, но вот этот обмен нам бы стоил около 4 тысяч долларов. Вот этот обмен через банк, значит, Резидан нам говорит, надо деньги менять в ювелирке. Это делать, этот обмен, вы сэкономите. Мы такие, блин, а как это делать? Короче, а вы представляете, какие здесь деньги в Турции? То есть здесь 75 тысяч долларов в лирах – это мешок. То есть мы реально шли с мешком денег по городу. Серега нес черный мешок из-под мусора, он был битком, просто как Дед Мороз, понимаете? Он нес по городу оживленным вот этот мешок денег. Сразу вспомнились 90-е, сразу было очень страшно, у меня реально была паническая атака. И у меня Резидан, успокаиваю, говорю, здесь все нормально, здесь никто ничего не сделает вам, здесь все цивилизовано, не бойтесь, все в порядке, короче. Причем мы пришли, мы думали, что вот это мы накануне пришли в эту ювелирку и договорились, что мы будем такую сумму менять, и мы попросили, что давайте вы придете с этими 7 тысячами долларов в банк, мы вам сделаем перевод, и вы отдадите эти 75 тысяч долларов, и мы как бы их на счет внесем, чтобы не ходить по городу с такой суммой огромной. Но мы такие пришли, Резидан говорит, ну, типа, блин, а где мешок? Вы взяли мешок, сумку? Сережа говорит, нет, не взяли, он побежал, купил эти черные мешки, пакеты. Просто мы заходим в кабинет, нам отсчитывает эту сумму, и я понимаю, что это просто куча денег. Вот сейчас покажу, вставлю видео, это огромная куча бабок. Очень погрузил этот мешок, мы пошли в ювелирку пешком, поменяли эти деньги спокойно, попили там водички, посидели, просто сердце вот так колошматило. И Серега просто положил эти 75 тысяч долларов, и тоже такая вот, вот такая столбка где-то в карман, мы выходим, и Резидан говорит, ой, а пойдемте, чтобы нам обратно не возвращаться, типа, в банк, пойдемте там в Геордж зайдем, еще переспросим насчет там 75 тысяч долларов, как в ВНЖ оформлять, и пойдемте еще к нотариусу зайдем. Ну, мы, кстати, идем, я думаю, блин, а у меня внутри надо в банк, надо в банк, блин, в кармане 75 тысяч долларов, разве можно с такими бабками ходить по улице? Боже мой, боже мой, кругом столько народов, что же делать, что же сейчас будет, короче. Ой, вообще просто, и кино, и немцы, в общем, и везде сходили по всем делам. Я уже, я напшикала себе под язык этот резкий ремеди, потому что я поняла, что я не вывожу просто, что меня уже паника такая накрыла, вот, и благополучно мы вернулись в банк, положили их на счет, короче, все прошло нормально, просто в штатном режиме, ничего страшного, как оказалось. Но и на этом, и на этом вот то, что мы вот это вот провернули, мы сэкономили 2 тысячи долларов, то есть мы не около 4 отдали там тысячу чем-то, вот, но 2 тысячи долларов, это как большие деньги, да, вот, вот, еще уже за оформление платить. И вот если вы хотите получить БНЖ, вообще купить квартиру здесь, то вам вот этой конвертации не избежать. Если только у вас деньги, в доллары, да, тогда, как бы, чтобы обратно поменять, мы 2 тысячи лиры вот сегодня примерно получили с комиссией, мы сегодня меняли деньги обратно. То есть мы вот эти доллары, которые у нас занесены были, мы заказали справку, то есть потом ты заказываешь вот эту справку под уже конкретную квартиру, когда ты уже выбрал квартиру, ты заказываешь эту справку, и ты уже, значит, меняешь деньги. Вот еще комиссия 2 тысячи лари, не доллар, а 2 тысячи лир, извините, путаюсь. Значит, 2 тысячи лир, это, ну, на 4 умножаете, там, господи, 8 тысяч рублей, да, это, ну, как бы, вот вы представляете, сколько я всего рассказываю, вот на всей этой конвертации, какое количество денег мы потеряли, просто, не знаю, процентов 30 точно от всей суммы, да. Если вам удалось перевести каким-то образом из России в доллары, или вам удалось занести в зират доллары, да, вы там где-то что-то продали и купили, например, там, я не знаю, как сейчас в России, то есть я так понимаю, что долларов просто нет, либо они по какому-то завышенному курсу, либо их просто вам не продают, либо цыганская почта, да, какой-то такой вариант, но вот в нашем случае получилось так. Какая-то тройная конвертация, и этого избежать никак не получалось. И, кстати, по поводу вот этой справки, да, не торопитесь никогда делать эту справку заранее в приложении. Вот этот обмен делать, что, ну, я же занес 75 тысяч долларов, давай-ка я сейчас обмен сделаю, мне выдадут эту справку. Это так не работает, это нужно прийти ногами в банк, заказать эту справку, потому что один мужчина из Грузии, он хотел тоже купить здесь квартиру, он, значит, у него на счету был 75 тысяч долларов, он их занес из Грузии, значит, сюда, он их занес в долларах, и он их сам конвертировал, а ему говорят, мы вам справку не дадим, это так не работает, значит, вы должны сейчас. И он вот так вот попал, ему там на квартиру не хватило. Меня вот предупредили хорошие люди, я вас предупреждаю, чтобы такого не было, потому что мы на самом деле здесь все так устроено, что ты как бы немножко недопонимаешь, и можешь просто вот наделать делов. Эта справка берется под конкретную квартиру, уже когда у тебя на руках вот это ТАПУ есть, вам продавец показывает ТАПУ, чтобы вы проверили квартиру, ну, вашему риэлтору или кто вам будет помогать. У нас у Резиды вот это ТАПУ, что вот в ТАПУ все указано, что вот тогда-то куплена эта квартира, столько-то же человек владел, никаких обременений нет, человек, никто не будет претендовать на эту квартиру, то есть все это в ТАПУ указывается, вот и уже когда это есть у Резиды в телефоне, она вот показывает, что вот мы покупаем конкретно вот эту квартиру, и под эту квартиру мы берем вот эту справку, нам нужно заказать эту справку, мы ее заранее заказали. Давайте, наверное, в следующем видео я вам расскажу о правилах покупки квартиры иностранцами, это тоже вот отдельная тема, на самом деле информации настолько много, я не знаю, как это все уложить в несколько видео, буду как-то вот поэтапно делать.